Итак, праздники отгремели, переходим к трудовым будням. Потрясающие слова есть в нашей недельной главе. Если по законам моим поступать будете, будете идти. Бог создал этот мир и создал законы о существовании этого мира. Нарушая их можно только в какую-то секунду показаться, что будет лучше, а на самом деле бесполезно. Если кому-то не нравятся законы мира, сделай свой мир. А если ты не можешь, то тогда следуй тем, что есть. Я расскажу одну историю для начала. Был один человек, у него было несчастье на предприятии, был финансовый кризис. Он не зарабатывал уже, магазинчик у него был, товар обесценился, жена заболела, денег нет. Ну, катастрофа. На лекарства даже. И вот он, значит, кредиторы, все. Разбитый, подавленный, взял денег и поехал в Вильно. Сошел в поезд, недалеко от мстечка Радина, и приехал в праведнику Хафицхайму. Многие люди едут в праведнику, чтобы спастись от ситуации. Он, Рэбе, спаси, плакал. А что я могу сделать, говорит Хафицхайм? Я сам еле свожу с концы с концами. Нет, говорит Рэбе, мне не деньги, мне благословение нужно. Хорошо, говорит Хафицхайм? Я дам тебе благословение Коэна, чтобы ты преуспел во всем, к чему обратишься, любое дело. Но смотри, используй этот дар с мудростью. Гость обрадовался, хотя есть какое-то предостережение. Поехал на поезд назад или домой, и у него возникла гениальная идея. Первое, что нужно сделать, это купить лотерейный билет. И все будет в порядке. Он купил, занял деньги даже на него. И действительно, благословение Хафицхайма исполнилось полностью. Вынес огромную сумму, он получил главный приз. И в один момент стал очень богатым. Расплатился по долгам, пригласил врачей. Ну все. Потом он начал заниматься быстренько. Биржа уже там, дом построил. Потом биржа, дело рискованно. И в один момент он потерял деньги опять. Еще и суд у него. Ну он-то знает, что делать. Никаких проблем нет. Самообладание теряет. Едет, краден к праведнику. Приезжает. Тут Хафицхайм к во землении говорит, ты знаешь, я не могу тебе ничем помочь. Почему? Сотрогнулся гость. Разве вам трудно дать еще одно благословение? И праведник ему говорит, ты понимаешь, я ведь тебе говорил, пользуюсь и с умом. Давай я тебе объясню. Перед тем, как человек рождается, его судьба уже определена на небесах. Известно за они написано. Будет он умным, глупым, сильным, слабым, богатым, бедным. И тебе и мне была определена такая участь. Когда ты пришел ко мне, я почувствовал огромную жалость к тебе. Исполнился милосердие. И попросил творца мира, чтобы он дал тебе в один миг все, что тебе положено на всю жизнь. А дальше ты с этим нормально распорядишься и все будет хорошо. Чему это можно уподобить? Бочка с вином. Можно открыть кран и как бы расположенный сбоку, и наливать себе тонкой струйкой немножко вина. А можно перелить вот так через край большим потоком, надеясь, что у тебя хватит туман не только, чтобы использовать там осторожно, но и приумножить, и удвоить, и утроить. Для этого надо что? Когда человек что-то получает, какие-то средства, Бог проверяет нам, есть ли какая-то у тебя позыв благотворительность сделать, поддержать изучающих туру, направить что-то на духовное. А если нет, ты сжигаешь деньги и отправляешь их к другой стороне. Тогда тебе нет смысла открывать трубы небесные. Фактически в этом рассказе есть очень интересный урок нашей недельной главы. Он касается тех благословений, предназначенных для каждого человека. Нет человека, который родился без брахима. Нас окружают всякие рекламы, если вы обратили внимание, нас убеждают различные предложения, что вот за пять минут ты улучшишь свое состояние, там станешь миллионером. Но мы увидим, что все эти авторы книги «Как заработать миллион», они продолжают тащить свою ношу, никто не выбирается из проблем. Все эти увлекательные предложения, и всех объединяет одна черта. Они игнорируют самое важное, надежное и обосновательное средство. Нужно идти путем Торы. Чтобы привлечь благословение неба, нужно идти его путем. Иначе это от другой стороны приведет к другому. У мира есть хозяин, он создал этот мир. Он говорит нам в нашей недельной главе. Люди, откройте глаза и поступайте по моим законам. И тогда все изменится. А вы что? Нам надо немедленно открыть глаза, потому что иначе происходит то, что… Да, все, что нам видим и не нравится. Но это в том числе и от нас. Нам кажется, что я такое, я песчинка. Нет, человек не песчинка. Песчинка – это песчинка, а человек – это человек. У человека есть огромные возможности. И Бог сказал тебе, не просто так, я поместил тебя в этот мир. Если ты живешь в этом мире, у тебя есть огромные возможности. Брахава Ацлаха.